Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы хотели бы показать вам фильм об истории зимней психологической школы. Этот фильм про то, без чего сложно жить и без чего нас невозможно представить и понять. В 2001 году появляется новое модное место, про которое, пусть не сразу, но очень скоро узнают люди в других городах. Сначала, как и положено, только для своих, в качестве эксперимента стартует зимняя психологическая школа. Запаша — это хорошая возможность для студентов вместе подумать, вместе пообщаться, вместе творить. И мне очень нравится, что наша питерская запаша обладает той особенностью, что она до сих пор строится по инициативе студентов. Запаша, как чистый, красивый проект, конечно, начался в бане. После конкурса профессионалов 21 века происходил разбор полетов у меня на даче. И после баня чистые студенты ощутили в себе окаянство, да я в том числе тоже, что нам теперь по плечу любые амбициозные проекты. И на предложение Степана «Будем мы участвовать за ПШ?» было естественным ответом «Будем». Но стоит понимать, что начало за ПШ положено не в 2000 году, а гораздо раньше. В 1983 году группа студентов-единомышленников во главе с Кострикиным Александром решили провести свою зимнюю психологическую школу. Проект, по различным данным, просуществовал до 1988-1989 года, но, к сожалению, закрылся. Не знаю, было очень такое сильное впечатление, что, во-первых, на зимнюю школу не всех брали, то есть мне нужно было попасть со стороны студентов. И когда меня на втором курсе взяли на зимнюю школу, я был безумно горд собой, что попал на зимнюю школу. Плюс второй момент, то, что, кажется, чем была сильная та школа, она вообще не зависела от факультета, потому что ей занимался правком студентов. И преподаватели, которые приглашали с факультета, это были очень интересные люди, с которыми нужно было пообщаться вне контекста аудитории. В 1987-й год, хотя перестройка еще началась, о некоторых темах не было принято говорить. Например, о теории Игоря Берна я узнал на зимней школе. Это такие секретные подразделения. СОБР, студенческий отряд быстрого реагирования. Собственно говоря, СОБР и занимался первыми за ПШ. ПОБР, профессорский отряд быстрого реагирования. Оказалось, что масса интересных преподавателей, которые с удовольствием включились в проект ЗПШ. ДОБР, доброжелательный отряд быстрого реагирования. И, естественно, был ЗЛОБР. ЗЛОБР как злобные по отношению к ЗПШ не успели организоваться в отряд, поэтому, собственно говоря, ЗПШ 10 лет и существует. Были некоторые противодействия, но которые мы с успехом преодолели. Итак, зимняя психологическая школа. На бумаге, в грантовых заявках и информационных письмах. Это научное практическое мероприятие, цель которого создание сети молодых специалистов для дальнейшего взаимодействия. В реальности. В реальности это выездное мероприятие с бурной научной и ненаучной программой. Куда съезжаются студенты и преподаватели? Не только из разных стран, но и из других городов. Если первые школы были численностью не более ста человек, то уже седьмой численность участников превысила цифру 200. Когда-то студенткой четвертого курса я приехала впервые из Липецка на вторую по счету зимнюю школу в 2002 году. Тогда она была очень камерная, народу было немного. Была она на университетской базе отдыха «Волна». И участников было, мне кажется, чуть больше ста человек. И было такое ощущение единения, дружества и братства. В общем-то мы за неделю так сдружились, что мы не просто в лицо друг друга знали, а знали всех по имену. Сейчас, конечно, все разрослось. Более масштабно стало. Больше участников, больше городов представлено. И есть ощущение, может быть, у меня есть ощущение некоторой глобализации, когда, в общем-то, ты не то чтобы по именам, ты и в лицо людей не знаешь, но вроде как все свои, все объединенные общими идеями. У меня зимняя школа 10 лет. Зимняя школа сменила 4 базы, это уже четвертая. Да, сперва это была «Волна», это была простая база, там такое душевное общение было, потом это была Комарова. Всем отличная база, но для оргкомитета и участников открытия-закрытия была не очень удобная сцена. Видимо, поэтому они все время искали какую-то другую базу, потому что творческие способности оргкомитета не раскрывались в полной мере. После Комарова в прошлом году мы ездили в Буревесник. Но, как известно, мы всегда стремимся к чему-то лучшему. В этом году мы на базе «Восток-6». Да, первые люди, которые к нам приехали, были из Самары, ну и из Москвы. Их всегда много, поэтому всегда москвичи присутствуют на любых школах. Постепенно появились друзья из Липецка, Нижнего, Волгограда, Абакана, Таллина, Минска. И городов появилось такое количество, что в любой песне их уже не перечислить, потому что люди ездят отовсюду. Зимняя школа постепенно набирает обороты. Не только в количестве участников, но и в качестве. К нам приезжают преподаватели и ведущие специалисты из разных городов и высших учебных заведений. Зимняя психологическая школа становится квинтестенцией умов и творческих идей. Здесь появляется не только дружба и знакомство, но и любовь, и настоящее научное сотрудничество. Продолжение следует... Продолжение следует... После школы у многих остается ощущение, что люди, с которыми ты познакомился в прошлые годы, подружились, встретились после перерыва. Они, возможно, даже, может быть, и не друзья, но... В прямом смысле этого слова. Но есть что-то общее у них, что-то, что объединяло. Я оказалась на школе, и после этого как-то жизнь, правда, круто поменялась. Потому что, во-первых, я с того момента стала плотно связана с факультетом психологии, стала приезжать на все конференции, на психологию 21 века в первую очередь, на ананитские чтения, потом на последующие школы. И таким образом реализуются все сферы деятельности, в которые может включаться человек с нашим психологическим образованием. Исследовательская, преподавательская и практическая. Поэтому очень здорово. И школа, я правда считаю своей путеводной звездой, таким стимулом, который направил... направил на ту дорогу, которая мне действительно была нужна в жизни. В общем-то, это теперь очевидно. Это теперь подтверждено, и не вызывает сомнения. Благодаря тому, что есть такое мероприятие, как Диния психологическая школа, молодые люди имеют возможность знакомиться друг с другом, получать опыт не только научной, практической какой-то работы, но и опыт общения друг с другом. Благодаря чему, вот уже десятый год подряд, в том числе и я, имею возможность общаться с большим количеством людей, моих друзей, которых я каждый год рада, безумно рада видеть, благодаря именно этому мероприятию. Таким образом, Диния психологическая школа — это не просто научное мероприятие, на котором положено обмениваться опытом, заниматься обсуждением научных вопросов и так далее, в том числе и просто способствовать нормальному, позитивному человеческому общению. Мы с Мариной познакомились на школе. Вот результат. Да, вот результат. Его зовут Варя. Познакомились мы в 2003 году, да? В 2003? Да. На третьей школе. У нас уже сегодня юбилей. У нас юбилей. Семь лет. В принципе, да, нашему знакомству. И Варе скоро год. Но не за ПШ создает семьи. Я должен это сказать все равно. Вы делаете это сами. Школа, как и любое мероприятие, где основные участники — это молодые люди, как бы существует в двух измерениях. С одной стороны, это научная часть, где происходит бурная работа. С другой стороны, это вненаучная часть. Обе эти части довольно интенсивно интересны. И самое интересное, они не вступают в противоречия друг с другом. Ведь участники — это люди, которые умеют и работать, и веселиться. Наша программа, начиная с 2001 года, сильно изменилась. Как и так называемый культ масс, так и научная программа. Когда на первой школе нас было 60 человек, и научный культ массовая программа все переплеталось, мы были в едином кругу, знакомились и заодно обменивались с вами, рассказывали про свои исследования, проекты и так далее. Сейчас, конечно, 200 человек очень сложно усадить в один круг. Хотя, я помню, мы со Степаном Викторовичем попробовали это сделать. Так вот, на этой школе масса людей, масса проектов. Куча интересных идей, масса интересных предложений. Я надеюсь, все будет дальше развиваться. И спасибо нашим преподавателям, которые посещают нас из года в год, помогают, нас поддерживают. Виктор Михайлович, он, конечно, справный генератор идей, но он своенравный генератор идей. Однажды он закапризничал и сказал, что поедет на запыша только при том условии, если ему будет позволено кидать студентов мандаринами. Я был вынужден убить ему мандаринов в мешок, и тогда он сел в машину и поехал с обедом запыша. Действительно, он кидал мандаринов студентов. Вот и при этом он очень радовался. И нашим постоянным участникам. Кстати, таковых немного. Итак, на всех 10 школах были я, Валахонский, Степан Викторович Мельников, Елена Анатольевна Ивченко, Виктор Михайлович Алофвердов и Александр Григорьевич Конфисах. Мы, можно сказать, ветераны, слава богу, не инвалиды, запыша. Но научная программа, я надеюсь, это вернемся уже к науке. Научная программа, я надеюсь, будет в дальнейшем развиваться. Масс за все 10 лет школы очень сильно изменился. Если учесть, что я знаю только 5 из них, то я не буду рассказывать про все. Я знаю, что очень много людей принимало участие в создании различного культмасса. И год от года становилось все больше и все интереснее. Как говорил Андрей Владимирович Морозов, на чаепите недавно, в какой-то момент даже слишком много было культмасса. Но, видимо, потом мы снова нашли золотую середину. И теперь это выглядит примерно так, как вы увидели на этой школе. И плюс, например, в этом году у нас есть дневные развлечения, мероприятия культмассовые. Это футбол, например, это игра в снежки. Мы ходим на свежий воздух, дышим воздухом, что тоже немаловажно. Является такой оздоровительной частью культмассовой программы. Мы подумали в какой-то момент, что хочется открытие делать полноценным спектаклем, что ли. Хотя при этом, естественно, мы остаемся на любительском уровне. Открытие первой школы. Нет. Когда Виктор Михайлович Аллахвердов аккомпанировал, а Андрей Иванович Худяков танцевал на сцене. Ибо было очень холодно в зале, и была техническая заминка с началом. Вот это, по-моему, одна из самых красивых картинок за ПШ. Школа постепенно становится особым проектом, который имеет свои отличия, символику, знаки, ритуалы, ну и, конечно же, песни. Четвёртый год и четвёртый раз Органица твоём для вас И эта песня всем слышна Люблю тебя, моя ЗПШ А роди ЗПШ Это СПШ Открываем мы для вас Её уже не в первый раз Это СПШ Будьте с нами Школа только началась Школа, которую мы открываем вместе с тобой Школа, которую мы открываем вместе с тобой С 2001 года Школа обзаводится своим печатным органом А редакция, где ночью рождаются газеты, становится местом паломничества и неформального общения Информация становится осязаемой благодаря живой работе информационного отдела IT и редакции Такой глухой ночной час, когда уже все спят и только в редакции все бодрствуют и печатают, печатают, печатают газету В этот момент у нас сломался принтер Приходилось будить техподдержку всех ставить на уши Нам чинили принтер Мы продолжали дальше То есть это, пожалуй, такой самый сложный момент Но сейчас, к счастью, таких технологических накладок у нас не получается Но по-прежнему напечатать тираж А особенно его скрепить на скрепочку Это достаточно тяжелая работа После которой начинают уже болеть руки У тех, кто этим занимается И, в общем, очень большой благодарности достойны даже не столько люди, которые занимаются организацией, работой редакцией, в том числе и я А те люди, которые отвечают за печать газеты и за ее скрепление Потому что этот процесс происходит глубокой-глубокой ночью, когда спать уже хочется не вовек И эти мирственные люди, преодолевая все преграды внутренних и внешних своих состояний Чатают, скрепляют, вообще радеют на благо всей редакции Каждый год количество информации растет И раньше мы писали только некоторые фотографии, отобранные в ужасном качестве Теперь мы пишем полномасштабные фотографии Ужасно много видео и бесконечное количество презентаций Но есть проблема Участники не хотят нести презентации Почему вы не нести презентации, дорогие участники? Владимир Волохонский и Антон Зайцев Это те два человека, которые на моей первой школе, они там на одном сидероме писали Это было очень тяжело Там был такой дизайн, я помню, что-то с фотографиями напутали Ну, так смутно помню Каждый год, каждый год мы записываем диски В 2000-х мы начали записывать CD-диски Прошло много лет, теперь мы пишем DVD-диски Я надеюсь, наступится этот момент, когда мы не будем писать диски И начнем писать флешки Но, пока этот момент не доступен Этого Скажи про диски Диски? Наклейки 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 на диск Кажется, это очень легко Напечатал наклейку и наклеил на диск Но... На самом деле это ад! Потому что то наклейки не те, то руки не туда растут, то принтер кривой Потому что это ад Вес барокковских изришест Мы погрузимся в таинство То таинство, с которого все начиналось То таинство, которое было прождено самой школой самой ее атмосферой, и данная точка станет действительно в своем роде кульминационной, но в то же время она продает массу нежности, тепла, всего того, что дарит нам школа уже 10 лет. Снова студентам живется не весело, снова зачеты сдавайте экзамен, знать наизусть все законы и правила, но после сессии есть время особого, что называется зимнюю школу, мы снова вас к себе приглашаем, Неделю отличную вам обещаю, что пока школа хорошо прошла, Так поднимем ты за задний шаг, так друг другу капну наем, и вообще вместе любим и спою. Большой ли срок 10 лет? Для науки это ничтожно малый срок, для человека возможно и многое. Что происходит за 10 лет? Люди заканчивают школу, получают диплом об образовании, получают степень кандидатов, может быть и докторов даже. С другой стороны, люди расходятся, сходятся, женятся, воспитывают детей. Каждый из тех, кто организовывал и организует сейчас зимнюю психологическую школу, немножко изменились. Правда, наверное, не всегда это заметно. За эти 10 лет многое изменилось, изменился состав и участников, прошло несколько поколений участников и оргкомитета. Трудная, тяжелая эта работа, организовывать и проводить наше мероприятие, особенно наше мероприятие, поскольку оно отличается от конференций и прочих, ну, своеобразием с вами. Что касается оргкомитета, это те люди, которым тяжело по жизни, но они хотят, как и студенты, которые приезжают на нашу зимнюю школу, они хотят чему-то научиться. Получается, не получается, это уже дело другое. Кем бы мы были, если бы не школа? Какие мы бы были, если бы однажды не собрались и не познакомились друг с другом? Здесь? Точнее, на волне или в Комаро? Я не знаю. Да и не в этом дело. А дело в том, что, если мы встретились, то это не случайно. И школа – это не только научно-практическое мероприятие, но и жизнь, карьера, отношения, эмоции. Но у каждого они свои. Будете ли вы общаться с теми людьми, с которыми вы тут познакомитесь, зависит только от вас. Улыбнуться ли они вам, когда вы приедете сюда в следующий раз, тоже зависит только от вас. Сможете ли вы им позвонить, написать имейл, остановиться у них, когда будете путешествовать, зависит только от вас. А за ПШ, оно всего лишь создает эту возможность. Не упустите ее. Можно сказать о новых людях, новых друзьях, новых знакомствах. Наверное, это будут говорить все, но так и есть. Приезжает к нам очень много людей, с которыми хочется больше дальше потом общаться. Эта школа еще мне дала за эти, за мои пять лет пребывания здесь, возможность собственного развития, роста и какого-то раскрытия собственных способностей и возможностей. Лариса Александровна Цветкова, вот огромное ей спасибо. Это тот человек, который не мешает, помогает. И в разговоре с Ларисой Александром, когда я ей сказала, ой, Лариса Александровна, вы знаете, вот ребята, которые приезжают, они иногда удивляются, что вот вы приезжаете к нам на школу. И на что мне Лариса Александровна сказал, так это наши прямые обязанности. Мы просто не то что должны, мы обязаны это делать. И потом, мне интересно. И поэтому она приезжает. ЗПШ дает каждому ту возможность, за которую он приезжает. Мы, конечно, говорим о том, что школа это научно-практическое мероприятие, но наука и практика без живого человеческого общения невозможна. Наши приобретения – это и наш вклад в общее дело. ЗПШ живет и развивается за счет вас, за счет нас, за счет тех, кто будет приезжать на школу в будущем. Какой станет школа через 10 лет? Какая будет юбилейная 20-я школа? Этим вопросом можно задаваться уже сейчас. Ведь будущее определяется настоящим. А настоящее – это мы с вами. Школа 2020 – это концентрация всего того лучшего, что уже было последние 10 лет. И что будет в школе в 2011-2012? Мне кажется, школа должна немножко мигрировать. Вот как она мигрирует с базы на базу, постоянство – это хорошо, но разнообразие, одни и те же люди в разных декорациях – это, мне кажется, еще лучше. Возможно, эта школа будет проходить в Финляндии, в каких-то скандинавских странах, на пароме Сильвиалайн. Да, мы… Сколько? 2020. Мне уже будет 40 лет. У нас такие бодрые, подтянутые преподаватели молодые, молодые, но со стажем. Да, много студентов, круглосуточные видеоконференции, интернет-конференции, да, много онлайн-новых вебинаров. Какие-то участники, наверное, присоединяются по онлайн-конференциям, да, и могут присутствовать с нами незримо, даже если не могут к нам подъехать. 2013. Я вижу ее очень разнообразной, очень современной, и в том числе частично дистанционной, чтобы не надо было разрываться у многих участников на большое количество частей. Ну, как, например, в этом году на 6 или 7. И последующих – это квинтэссенция гениальности научных проектов, шедевральности культурно-массовой программы, пунктуальности технического отдела. И вот, можно я буду апеллировать к вашему опыту? Представьте вот сейчас, вспомните самые яркие, самые лучшие моменты, объедините их вместе. Вот объедините, и вы получите школу 2020 года. Я надеюсь, что через 10 лет она будет. Интересный вопрос. Ну, наверное, не секрет уже, что кулуарно, группа преподов сидела по вечерам и думала о школе будущего. Слава Богу, что Виктор Михайлович Лохвердов не иссяк в роли генератора идей. Активное участие принимает Тахир Юсупович Базаров. Вот, и в результате наших посиделок родился вполне конкретный проект. ЗПШ-2018. Он имеет условное название 2018, рабочее название 2020, промежуточный этап Евро-2012. Какой я увижу школу 2020? Это, бесспорно, новые люди, новые мысли, новые идеи. И эти идеи зависят тоже от вас, уважаемые друзья. Я надеюсь, что через 10 лет мы обязательно встретимся. Кем мы в этот момент будем, зависит, конечно, только от нас. Но я не теряю надежды о том, что мы встретимся. Мы обязательно встретимся. Спасибо. 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 Спасибо.